Друзья, всем огромный привет солнечного Крита. Крит сегодня чуть-чуть солнечный, но больше дождливый. Совсем недавно был дождь, ночью вообще было светопреставление, громыхал гром, молния вообще, ужас, ливень был конкретный. Вот, но сейчас немножко выглянуло солнышко, сейчас у нас 21 градус, и из нашей кухни доносятся невероятные запахи. Пойдем посмотрим. Эльвира Хайдаровна сегодня взялась снимать вкусняшки. Наконец-то, для многих долгожданные. Соскучилась. Соскучилась, и сама соскучилась, и уже зрители соскучились. Да. Ну покажи там, что ты сегодня готовишь. Сегодня готовлю, да, сегодня готовлю греческое блюдо, называется бифтеке котуполу, то есть она означает куриные котлетки. Более подробный рецепт, если вас это заинтересует, есть, будет точнее, на вкусняшках. Вкусняшки от Эльвира и Игоря. Как оно выглядит? О, пахнет, какое обалдеть. Они уже зарумянились? Должны. Отлично. Прекрасно держат форму, ароматные, вкусные. Да, какая-то вкуснятина. Да. Дегустация будет. Мурзя, как твои дела? Не смотрит даже. Мурзя, как дела, говорю? Ты озабоченный какой-то. Новости у нас в отеле такие. Отель пустой, полностью пустой, никого нет. Сегодня должен был быть заезд, но из-за непогоды. Ироклион не принял самолет, и люди прилетят завтра. Поэтому завтра у нас будет два заезда, но они небольшие. Потом еще будут, в общем, заезды будут, но такие. Очень слабенький, очень маленький отель уже не будет заполняться. Бассейн я уже отключил, отключил фильтр полностью, уже не буду ни чистить, ни химию добавлять, ничего. Уже все, на зиму остается так. Надо будет только еще мотор снять, чтобы он там не промокал в подвале. Апельсинки у нас зреют, видите? Некоторые падают. Подгоневают и падают. Вот это что как висит? Тоже гнилая. Смотрите, видите? Гниет снизу. Я не знаю почему, чего не хватает. Ну, мне кажется, вредитель. Виноватый вредитель, он начинает гнить. И поэтому так получается. Хотя апельсин красивый. Видите, нормальный, этот нормальный. Этот лопнул от избытка влаги. Такое тоже бывает. Тоже сгниет весь. Лежачки тоже уже убрали. В общем, можно сказать, что сезон почти окончен. Осталось навести порядки на зиму. То есть подготовить вот эти участки. От лишней травы, чтобы она не разрасталась. Клубника продолжает свести у нас. Один кустик завял. Не знаю от чего. Приболел, видно. Так что клубника еще... А, есть клубника. Ё-моё. О, смотрите. Пожалуйста. Сейчас Эльвиру Хайдаровну обрадую. Она обалдеет. Она уж точно не ожидает клубнику. Да, Мурзила? Ты чего орешь? А, Мурзя? Ты чего орешь? Пойдем домой. Пойдем. Пойдем. Пойдем домой. Пойдем. Эльвира. О! Клубничка в октябре. Неожиданно. Сладкая? Как греки говорят, лукуми. Мурля. Мурля. Ешь и вторую, ешь. Ешь. Эльвира уже салатика сделала. Сейчас. С авокадо еще не сделала, но делает. Делает, да. Сейчас лучка. И будем садиться кушать. И сейчас будем котлеты дегустировать. Да. О, наконец настал тот час. Когда я снова вижу вас. Мои любимые котлетки. Класс. От обычных котлет. Что делать их греческими? Наличие особых греческих приправ. Мята там есть, да? Да. Наличие мяты все это уже Греция. Это уже Греция. Вкусно, классно. Опять же, курица это, можно сказать, диетическая. С греческой, с овощами. Садитесь с нами. Приятного аппетита. Приезжайте к нам в гости. Хотя скоро мы к вам приедем. Хорошо запаковываем. Как качественно. Вообще у меня вот эта фирма, ICS, да, правильно? ICS. Очень нравится. Очень толково работают. Молодцы. Возят вовремя. Все четко у них. Все обалденно. Это, это, это. Пришел телефон Игоря Викторовича. У меня новый телефон. Samsung Galaxy A53. Новая модель. Говорят, камера хорошая. Посмотрим. Стоит, купил, короче, за 391 евро. Это сам телефон. Еще купил чехол, но чехол придет отдельно. Говорят, телефончик очень даже неплохой. Вот, не стал я больше китайский брать, потому что у меня китайский сейчас есть. И что-то мне он не особо нравится. Поэтому, ну... У меня был Samsung, и вот Samsung, Samsung это мое, скажем так. Мне нравится и меню в Samsung, и, ну, все нравится. А китайский что-то как-то, ну, не зашел. Не знаю, может, у кого-то, кому-то может нравиться, но не мое. Красавчик. Красавчик. Целых пять камер. Теперь надо все с того телефона перетаскивать в этот. Все контакты, все эти самые приложения. Да, Мурзи. Ты тоже телефончик хочешь посмотреть? Скажи, нужны мне ваши телефоны. Старт. Так, самое главное. Есть ли русский язык? Эллиника есть. О, русский. Ха-ха. Красотень. За что я люблю Samsung. У него всегда есть русский язык. Будем надеяться, что телефон будет работать нормально, исправно. И я думаю, что с этого телефона вы еще увидите много фоточек и видосик. И еще одна посылочка сегодня от Паши Хартена. Как быстро. Ну, пока, Павел. О, Эльвира Хайдаровна утины истории упаковала. Мама дорогая. Сколько у нас фунток? Да. Так. Они на зимовку. Футочки на зимовку, да. Где там опять выставим? Ну, очень быстро. Не ожидала. Ну, да. Вот. 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 Вон она какая штука. Ну, это пускозарядная, я так понял. Вот. Маленькая такая штучка. Чтобы мы не покупали. 1250 ампер. Курзи. Тебе запуск не нужен. Еще бы разобраться, как эта штука работает. Как ее заряжать, как от нее запускать, как что делать. Ну, ты у Пашки спросишь. Ну, да. А, вот открывается здесь. И здесь открывается. Вот. Это на USB. Это на этот самый. Как он называется, короче, на зарядку, я так понимаю. Короче, разберемся. Штука нужная. Я хотел покупать. Пашка, спасибо огромное. Красавчик. Да, Музя, да. Наш муж за второй раз поехал. Поймал мышку одну и ту же. Почему второй раз? Музя, она ушла у тебя, баран. Почему второй раз? Потому что он один раз поймал и принес там в дом. Все. Пошел подальше отсюда, чтобы мы ему не мешали. Короче, первый раз он ее поймал, принес там в дом. И выпустил. А она была совсем живая. Вообще даже не задавленная. Короче, мыша три дня прожила у нас под шкафом. Мы не знали, как ее достать. Сегодня мыша изголодалась. И начала выходить активно. Причем выходить не в сторону выхода на улицу. У нас дверь открыта, да. А именно щемится туда, в комнаты дальше. Ну, короче, мы решили начать двигать шкафы уже. Вытащили эту мышу с помощью Музи. Мы палками ее оттуда выковыривали, а Музя хватал на выходе. Ну, короче, поймали, справились с бедным мышонком. Музя в этом сейчас замучает зверски. Как обычно это кошки делают. Ать, ать. Я не знаю, видно вам, не видно, темно. Музила, зачем принес мышонка сюда? Съел бы уже его, да и все. Я его точно есть не буду. Эльвира, ты мышу будешь есть? Нет. Эльвира тоже не хочет. Так что, Музя, тебе ее доедать. И снова здравствуйте. Сегодня еще одна посылка. Пришел чайничек. Что с дороги всегда можно было попить чаю. Самый прикол, смотрите, надписи. На русском и на украинском. Обалдеть, вот никак не ожидал. Ну, собственно, вот он сам чайничек. Как вам? Со свистулей. О, открывается, закрывается. Так, красота. По-моему, прикольно. И стоит меньше 20 евро. Что 18-90, что ли, что такое. Ты спишь? Нет. Звонили за резину, что я заказал, сына зимняя. Что эта оплата не прошла. Как оплата не прошла, эти деньги списали со счета. Ну, что они вернулись, говорят, ну, не знаю, сейчас буду смотреть, счет проверять. И тут, короче, только что привезли еще два подарка. Ну, это не стало подарки. Ну, да. Подарки оплаченные. Сейчас посмотрим, что это. Это, а, это чехол на новый телефон. Эээ. Круто. А, зацени. Натуральная кожа. Павам, павам. Кожей пахнет. Класс. Так, я тебе доволен. И, кстати, 18 евро, по-моему, всего. И здесь у нас, пока не знаю, чего у нас здесь. Сейчас посмотрим. Потому что она заказывала много всего. Сейчас будут, каждый день будут привозить. Все ж надо. Да, Мурзи? Все нам надо. Конечно, Луночка. Так, это у нас. А, это... Это для работы лаптопа. Для ноутбука, короче, чтобы в машине можно было работать. Что же, не стал заморачиваться со всякими дешевыми китайскими штуками. Взял более-менее фирмы. Ну, как более-менее. Грюндик фирмы. Фирма довольно-таки известная, неплохая. Вот. Эта штука втыкается в прикурку. Тут, кстати, показывает заряд аккумулятора. А здесь... Можно подобрать любой для разных компьютеров. Разный наконечник. Подбираешь наконечник, какой нам нужен. Ставится, и все. И компьютер работает. Нужная вещь. 36 евро вот этот грюндик. Ну, а что делать? Все же надо, Эльвира, да? Ну, да. Надо. И это надо, и то надо. Сейчас пойду разбираться с колесами. Что там с оплатой в них. Если деньги вернулись, вы, мол, это самое. Если у вас не получается по карте перечислить, то позвоните мне, я вам дам счет, перечислите на счет. Погода на сегодня шикарная. Солнышко. Ветра почти нет. Теплый. Сколько? Я нашел себе работу. Вернее, она нашлась работа сама. Причем уже очень давно. Но очень давно было очень жарко. А сегодня тоже жарко, но не настолько. Короче, можно поработать. Я решил навести порядок на этом участке. На своем без кастрюли. Запомните, как сейчас, и потом увидите вечером. Ну и раз уж я разжег костер, то, естественно, мы будем жарить мясо. Да, Вера Хайдаровна? Да, Игорь Викторович. Есть страна зазеркалия, есть страна без кастрюли. Без кастрюли, да. Многие спрашивают, почему я ветки сжигаю, почему не отправляю их на компост. На компосте отправляю ветки, ну, ветки, траву более-менее нормальные. Их тоже очень достаточно. А это, это все ненормальное. Это с вредителями и с колючками. Это злые ветки. Поэтому я их сжигаю. Там поколешься больше, чем этого компоста наберешь. Еще огурчики есть. Да. Огурцы продолжают расти. Когда я говорил о вредителях, я имел в виду вот что. Видите? Пораженные ветки полностью, поэтому... Такой компост нам не нужен. И снова посылочки. Я уже запутался в них, потому что приходят каждый день по 2, по 3. Сегодня прям вообще очень много. Сегодня пришел чайник, я вам уже показывал. Потом пришло зарядное для GoPro с двумя батарейками. Вот он. Я уже распаковал без камеры. Это что пришло, не знаю. Я уже запутался, я уже не помню, что я заказывал и что должно прийти. Это... Ага. Это... Как он называется, блин? Я забыл, как он называется. В машину, которая преобразовывает электричество. Вот такая штука. На 400 вольт. Вот так он выглядит. Небольшой такой. Шурупчики для крепления. Вот. Здесь есть вход для USB. Кнопочка включения-выключения. 220. Ну и прикурка. Очень надеюсь, что оно подойдет и будет нас выручать. Потому что я вообще в этом дуб-дерево полный. Все познается с опытом. Так, это что у нас? Говорят, греки, не попробуешь, не узнаешь. Что-то красивое. Что-то красивое. А-а-а. Это... Видеорегистратор. Тот, который мне посоветовал Пашка Хартен. Я сначала выбрал другой. Он говорит, нет. Вот этот бери. Этот лучше. Пишет 4К даже. Так. Это чего? Ну, короче, много всяких фенчиков. Шнур. Шнур. Липучки, чтобы его цеплять, приклеивать. Это прикурка надо. Да, это прикурка. Переходничок на USB тоже. Так. И здесь, наверное, сам агрегат. Здесь, конечно, бумага, макулатура, инструкции. Так. Это еще один провод. А, это камера. Это камера заднего вида. Назад. И это, собственно, сама передняя камера. Вот она. Вот так на лобовое стекло крепится. Здесь стекло. А это уже в салоне. Это управление кнопочки. Вот так. Кнопка включения. Сеть. Здесь для карты. И какие-то входы. Не знаю. Потом разберусь. Ждем еще подарки. Это еще не все. Подарки, да? Я уже промолчала. Подарки. Музя, мы тебе не мешаем? Все нормально? Все хорошо? Главное, чтобы у тебя все хорошо было. Жарко, Катюша? Жарко. Жарко. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Сверю гнездо Добавил DimaTorzok 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 но сегодня пока вот такая посылочка посмотрим что еще мне кажется что-то еще должен я уже не помню уже запутался в этом году и лимонов нужно было когда-то быть зараза на счету голям даже на этом дереве видно черненький все живое это все вредители зараза вот еще одна хорошая это прям уже раздвоенная подставку что-то под ветки под удочку под удочку это сильно большая хотя мысли у тебя правильно работают ну вот уже чище ему я думаю что сегодня дровишки попилить бензина немножко осталось тоже немножко разгрести это все как их сложить лучше кстати что сделать за надо медленно ты меня не сказала это точно спилю спиливает он с этим что делать это тоже под корень под корень его под корень под корень он не тут гранат который должен быть может он дозреет дать шансы мне ну достань хотя бы один и разломе вот посмотрел то они уже аж бордовые так они смотрятся красиво но там посмотреть конечно все познается сравнению в балию там гранаты были а там королевские те что вчера по пять рублей ой большие а сегодня по три рубля рубелки да а те что вчера просто звери что на подумать было как это будет мама дорогая давно и так высоко не залезал так что больше не достану что вот этот уже аж нить начал они или до короче разберешься туда же гусы если на гранате на гранате есть огурцы не веришь два штуки закручивать так что рано еще скручивая как поросячий хвостик так еще у нас есть вот что за организм такой скажите мне что это за болезнь маленькая царапина все кровь клещет ручьем блин самая малейшая распространена как будто разодрал вообще гранаты будешь на разве это плохие сейчас надо открыть их и посмотреть на вид они очень даже у классные ну-ка о созрели пробуй сейчас попробуем и зернышки стали лучше подсладились немножко да все они туда так что спилить или поставить не оставлять оставлять вспомни когда мы только приехали они были вообще как горох сейчас они стали писал подравнивать их ну я по обрезочку делаешь они были крупнее стали набирать силу все окей одно оставь то есть то я спилю то что мешает там а эти оставлю нашим гостям только надо чтоб они ели что тут мошки не разводились что не догадываются скажи что это бесплатно это угощение пойдем к папе пойдем к папе ты идешь пошли к папе пойдем мой мальчик пойдем пойдем а и Продолжение следует...